Сначала была идея, затем эскиз. Выбрали пять лучших местных художников, отказав новосибирцам из-за пандемии. Городской стрит-арт-фестиваль впервые проходит в депо. Уже несколько дней команды переносят свои идеи на большие формы, трамваи. Каждая посвящена теме победы в Великой Отечественной. К примеру, у Дениса Голубева на металлическом холсте лицо девушки, нашей современницы. Она достаточно ярко выполнена, она достаточно юна и тем самым своим спокойствием она говорит спасибо. Спасибо за то, что я сейчас могу наслаждаться своей жизнью, за то, что в моей жизни наконец какой-то там покой появился. Кристина Ананьева-Головина выбрала для своей работы героев произведения Шукшина «Они сражались за родину». Как и все участники, на трамваях рисуют впервые. Когда начали, я понимала, что я буду делать это одними средствами выразительности. То есть я взяла там краскопульты, то есть такие вот вещи. А по ходу уже просто понятно было, что валиком мы сделаем более эффектно, фактурно. То есть самыми простыми средствами можно достигнуть выразительности. В работу осталось внести лишь некоторые штрихи. Если бы ученики помогали, команда Кристины справилась бы быстрее. Но есть ограничения, не более двух человек. Для этих ребят сделали исключение, но лишь на полчаса. Третий участник команды Степан не просто помощник, но и прототип образа мальчика на металлическом холсте. Этот вагон точно не останется незамеченным на своем седьмом маршруте. И дело не только в ярких красках. Трамвай стал музыкальным воплощением известной песни «День Победы». Пока мы в процессе рисовали, подходили люди с музыкальным образованием. И глядя на ноты, они вот что-то, что-то начинали, как сказать, в воздухе проигрывать. Определить победителя фестиваля членам жюри, куда помимо профессионалов войдут и рядовые, горожане, будет непросто. Но сделать это придется уже в ближайшее время. А затем полотна выйдут на маршруты. Мы планируем, что минимум три года трамваи будут радовать нас всех. И мы готовы будем ретушировать, если это будет необходимо. Ну, то есть мы будем следить за нашими работами. Кстати, у организаторов фестиваля планы амбициозные. Они хотят, чтобы разукрашенных трамваев в городе стало больше. И победный стрит-арт – это только начало. Ведь у художников еще масса оригинальных идей. Впрочем, и электротранспорта в крае еще предостаточно. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.